Леонид Брежнев. Генеральный секретарь Центрального комитета Компартии Советского Союза. В этом фильме мы расскажем о его жизни, работе и личных его качествах. На Днепре стояло прежде село Каминское, родина Леонида Брежнева. Так она выглядела в год его рождения. Те же места сегодня, 66 лет спустя. Село стало крупным городом Непродзержинского. Такие перемены характерны для всей страны. Поколение, которому принадлежит Леонид Брежнев, своими руками создавало не только свою судьбу, но и новую судьбу страны. Биография генерального секретаря типична для русских коммунистов его поколения. Здесь прошло его детство. Отец был рабочим на металлургическом заводе. Революция в России произошла, когда Леониду Брежневу было 11 лет. По семейной традиции в 15 лет он становится рабочим металлургом. В 25 лет рабочие коммунисты приняли его в партию. Вскоре после революции в бывшем селе открывается индустриальный институт. Студенческая газета писала, откуда у этого человека столько энергии и трудоспособности. Все годы учебы в институте он продолжал работать на заводе, вел партийную работу и лучше всех защитил диплом. Инженер Леонид Брежнев обещает дать многое. Автор тех строк не ошибся. Вскоре земляки избирают Леонида Брежнева, совместителем мэра города. Это были годы бурного промышленного развития всей страны. Еще через два года коммунисты избирают молодого инженера, руководителем областной партийной организации. Приднепровье становится одним из главных индустриальных районов страны. Гитлеровский фашизм ворвался на нашу землю, опьяненный победами в Европе. Это были дни тяжелого народного бедствия. Леонид Брежнев с первых дней войны на фронте. Он был офицером 18-й десантной армии. Эти кадры сняты во время героической обороны плацдарма на берегу Черного моря. Полковник Брежнев был одним из руководителей обороны на Малой земле. Однажды катер, на котором он шел, подорвался на мине. Только случай спас его от библии. Леонид Брежнев был одним из тех, кто подготовил и осуществил знаменитый десант в Новороссийск. Крупный город и порт был взят семидневным штурмом в Смоле. Личная отвага и сердечность, умение поддержать человека в трудную минуту, это привлекало к нему сердца солдат и матросов. Посмотрите на происходившую уже в наши дни встречу ветеранов, и вы поймете, какое священное братство навсегда сплотило этих людей, не раз глядевших смерть в глаза. С героем Советского Союза Леонидом Брежневым встречаются бывшие однополчане. Но тогда, 30 лет назад, перед ними был еще далекий и трудный путь к победе. Бои за освобождение Юга России, шаг за шагом отбивая у врага Украину, через перевалы Карпатских гор в Чехословакию, вместе с солдатами Советской Армии, принявшей Европе мир, прошел Леонид Брежнев. И именно тогда окрепла в нем убежденность, что эта война должна быть последней мировой войной. Весна 45-го года. Встреча на Эльбе. В те дни, когда войска союзных армий встретились с солдатами Советской Армии, генерал Брежнев участвует в разработке заключительных операций. В числе самых заслуженных генералов он в строю Парада Победы в Москве. Он закончил войну 38-летним генералом, кавалером высших военных наград, но не остался профессиональным военным. Леонид Брежнев возвращается туда, где работал до войны, в родное Приднепровье. Такое наследство оставила нам война. Казалось, нужны многие десятилетия, чтобы поднять из руин сотни городов, тысячи предприятий. Но люди упорно взялись за дело. И даже такое, казалось бы, небольшое событие, как пуск восстановленного прокатного стана, становилось праздником. Леонид Брежнев в те годы руководитель областной партийной организации. Его энергия, неистащимый оптимизм были очень нужны всем. В эти годы его жизненный опыт и организаторский талант обретают зрелость. Партия поручает Леониду Брежневу все более важную работу. Он ведет партийную деятельность в Молдавии, в Казахстане. Хозяйство страны быстро восстанавливалось и одновременно наступал новый этап развития. В середине 50-х годов Леонид Брежнев избран одним из секретарей Центрального комитета партии, членом Президиума Центрального комитета. Ему поручается организаторская работа в области развития советской космонавтики. Полет Юрия Гагарина на корабле «Восток» в 1961 году был праздником всего человечества. Как отмечают советские специалисты, Леонид Брежнев вложил много труда в организацию полета первого человека в космос. Он удостоен за это звания Героя социалистического труда. Из рук Леонида Брежнева получил свою высшую награду первый космонавт планеты. Со дня полета Юрия Гагарина прошло всего 12 лет. На человечество уже шагнуло далеко вперед. Теперь, недалек так день, когда, объединив усилия народов, мы двинемся во Вселенную еще решительнее. Но главной нашей заботой остается земля и жизнь человека. В 60-х годах Коммунистическая партия Советского Союза разработала широкую экономическую программу постоянного повышения благосостояния народа. «Все для человека» – девиз этой программы. Осуществление экономической программы требует больших усилий народа и организаторской работы самой партии. Леонид Брежнев, избранный в 1964 году на высший партийный пост, со всем присущим ему темпераментом и трудоспособностью, руководит этой работой. Он в постоянном общении с людьми. Его можно встретить у трактора-строителей Украины. А через некоторое время он уже на строительстве крупнейшей гидростанции в горах Средней Азии. Большой жизненный опыт позволяет ему найти общий язык со всеми. Ему близки и понятны заботы земледельцев Сибири. Его интересует все, что касается жизни людей. Вот он знакомится с производством туркменских ковров, которыми эта республика славится на весь мир. А здесь, в центре внимания, работы по орошению засушливых земель. Ну, а, конечно, техника, область его особых интересов. И здесь, на морских промыслах в Азербайджане, с механиками советского нефтяного турбобура беседует инженер Брежнев. Он нередкий гость авиационных конструкторов. Ведь авиация для нашей страны больших расстояний важный вид транспорта. Почти ни одна выставка зарубежной техники не остается без внимания генерального секретаря. Он, один из инициаторов грандиозного плана экономической интеграции социалистических стран, многое сделал для их сплочения. Генеральный секретарь часто бывает и за границей. Встреча в Венгрии. Постоянный дружеский обмен мнениями с руководителями социалистических стран неотъемлемая часть его работы. Прага, 70-й год. Здесь Леонида Брежнева встречает всегда сердечно. Люди помнят, что он участник освобождения Чехословакии от фашистов. Когда выпадает хоть немного свободного времени, он любит походить с ружьем по лесу. В большой и дружной семье Леонида Брежнева старшей является его мать Наталья Денисовна. Двое детей, ядро и внуков. Главная забота его жены Виктория Петровна. Берег Волги. Место знаменитой Сталинградской битвы. Наш народ, наш советский строй одержали здесь, на Волжских берегах, великую победу. Здесь, нашей советской родине, пришлось выдержать одно из самых тяжелых испытаний в своей истории. Здесь, на Мамаевом кургане, где, как говорят, к концу боев было больше металла, чем земли, все мы думаем о стойкости нашего народа, обо всем, что он перенес, не дрогнул духом, не усомнился в победе. Не раз бывало так, что на решающих поворотах истории наша страна, отстаивая свою свободу, спасала от подрабощения другие народы. Так было, когда советская армия своим беспримерным мужеством спасла человечество от самой большой опасности, которая ему когда-либо угрожала от коричневой чумы фашизма. Эти люди шли сквозь войну, теряли друзей и близких, поднимали из руин города, а теперь уверенно ведут свою страну к процветанию. Они составляют основу Коммунистической партии Советского Союза. Март 71-го года. Делегаты, избранные партийными организациями всей страны, собрались на 24-й съезд партии. Генеральный секретарь выступает с отчетом о работе и программой на будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты, дорогие гости. Со времени 23-го съезда Коммунистической партии Советского Союза прошло 5 лет. Это были годы напряженного труда нашего народа. Притворяя в жизнь планы намеченной партии, советские люди добились крупных успехов на всех основных направлениях коммунистического строительства. Это были годы, когда наша социалистическая экономика сделала новый большой шаг вперед. Советский Союз и братские социалистические страны внесли большой и активный вклад в борьбу за мир и безопасность народу. Леонид Брежнев выступил с программой мира. Она была разработана им на основе учения Ленина. Страны с противоположным социальным строем могут и должны мирно сосуществовать и сотрудничать в области экономики. В выполнение программы мира Леонид Брежнев вносит свою энергию и способности. 70-й год. Визит президента Франции Жоржа Помпиду в СССР. Леонид Брежнев и Жорж Помпиду на космодроме Байконур. В личных беседах и поездках по стране Жорж Помпиду убедился, что Советский Союз готов к широкому сотрудничеству в различных областях науки, экономики и культуры. Октябрь 71-го года. Леонид Брежнев с супругой в Париже. Встретились руководители двух стран, люди одного поколения, пережившего трагедию войны. Запад открывал для себя этого человека. Парижский журналист Макс Леон писал. Можно подумать, что это суровый человек, судя по его густым черным бровям, голосу и походки. Но на самом деле это не так. В одной из своих речей во Франции Леонид Брежнев сказал. От нас с вами, от согласованных действий наших стран зависит во многом, какое наследие мы передадим новому поколению европейцев. Подписывается документ «Принципы сотрудничества между СССР и Францией». Он гласит «Мирное сосуществование – основа дружбы и сотрудничества между нами». А эта советская мирная инициатива произвела в свое время сенсацию. Федеральный канцлер Вилли Вранд приглашен в Москву для переговоров. Они были непростыми. Долгое время наши страны почти по всем крупным международным вопросам стояли на противоположных полюсах. Московский договор между СССР и ФРГ положил начало переходу Европы к новой исторической фазе. Через год во время переговоров в Арианде в Крыму отмечалось, что этот договор способствует улучшению политического климата, оказывает благотворное влияние на весь ход европейских дел. Леонид Брежнев в Варшаве. Каждый из ответственных шагов в международной политике Советский Союз предпринимает в тесном сотрудничестве со своими друзьями, союзниками социалистическими странами. Личные встречи Леонида Брежнева с руководителями этих стран постоянны. В сердечности приема отражается одобрение советской политики, несущей мир и спокойствие на европейский континент. Берлин. Столица Германской Демократической Республики. Германской Демократической Республики. Германской Демократической Республики. Путь от аэропорта Шонефельд всего 20 километров. Но у советских гостей он занял два часа. То и дело происходили остановки. Медвежонок, символ Берлина. А это уже другое германское государство. Леонид Брежнев прибыл сюда в мае этого года. Московский договор, подписанный более двух лет назад, уже принес свои благотворные плоды. Предприниматели ФРГ на деле убедились в том, насколько выгодно расширение экономических отношений с Советским Союзом. Что касается прошлого, то оно не должно быть забыто. Но только ради того, чтобы не повторялись трагедии минувших лет. В этом твердо убежден Леонид Брежнев, лауреат Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами. Отношения между нашими странами – один из главных вопросов современности. Мы приветствовали приезд президента Соединенных Штатов Америки в Москву год назад. Много часов провел Леонид Брежнев в беседах с Ричардом Никсоном. Эти беседы проходили в деловой конструктивной обстановке, и все мы с нетерпением ждали результатов. Они закончились плодотворно. Подпись Леонида Брежнева и президента стоит под такими важнейшими документами, как основы взаимоотношений между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки и соглашением об ограничении стратегических вооружений. Весь прошлый год и первые месяцы этого года были наполнены событиями, которые подтвердили реальность улучшения советско-американских отношений. Леонид Брежнев встречался со многими государственными деятелями Соединенных Штатов. Он беседовал с помощником президента по экономическим вопросам, министром финансов США Джорджем Шульцем. Помощником президента Генри Киссинджером. Он радушно принял группу американских сенаторов. Во время этих встреч наметились хорошие перспективы развития экономических отношений, и мы рады этому. Наша страна, обладающая богатыми природными ресурсами, уже давно и прочно встала на путь быстрого технического прогресса. Цель, которую мы ставим перед собой, не сна всем. Созидание во имя блага человека. Созидание во имя блага человека. Первое мая 73-го года. Обращаясь ко всем людям Земли, Леонид Брежнев говорит. Ленинская идея мирного сосуществования государств с различным общественным строем одерживаются новые и новые победы в умах людей и в практике международных отношений. Политика Советского Союза в Европе, как и в других частях света, это прежде всего политика мира. Этим определяется, как развитие наших отношений и с Францией, и с Федеративной Республикой Германии, и с другими европейскими государствами. С этих же позиций мы подходим и к отношению с такими государствами, как Соединенные Штаты Америки. Мы будем и впредь содействовать благоприятному развитию советско-американских отношений на началах взаимного уважения и взаимной выгоды. В гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе. В гуманной цели